Еврокомиссия направила Киеву предложение пяти стран, чтобы предотвратить неконтролируемый экспорт зерна. Так Украина должна создать систему лицензирования. При этом украинское правительство обязывается не выдавать лицензии без согласия Польши и Еврокомиссии. По данным СМИ, ранее Польша отказывалась от такого механизма, якобы опасаясь, что система будет непрозрачной. В четверг, 28 сентября, Европейская комиссия назначила заседание координационной платформы для украинского экспорта, где стороны собираются обсудить этот вопрос. Судно «Араят» с 17,5 тысячами тонн украинской пшеницы для Египта вышло из порта Черноморска. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территории, инфраструктуры Александр Кубраков. Это уже второе судно, которое воспользовалось временным морским коридором для экспорта зерна. Раньше этим маршрутом прошел балкер, я напомню, «Резилиент Африка» с тремя тысячами тонн пшеницы для Азии. Как работает альтернативный Черноморский коридор, сейчас расскажет Никита Скобликов. О создании альтернативного морского коридора для гражданских судов объявили 10 августа 2023 года в командовании военно-морских сил Украины. А 21 августа на пресс-конференции с премьер-министром Греции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что маршрут будет работать стабильно, но для этого требуется дополнительная защита. Россия же, в свою очередь, делает все, чтобы не дать Украине экспортировать агропродукцию. Обстрелы украинских зернохранилищ, портовые инфраструктуры и, собственно, выход Москвы с Черноморской зерновой инициативы – все это часть плана. Взамен Москва пытается продать свое зерно, говорят эксперты. Уничтожается вся инфраструктура, какие-то манипуляторы, контейнеры, зернохранилища, все, что находится в портах, чтобы потом пришли к такой ситуации, когда все уничтожено полностью, в ноль. Россия это видит и говорит «А ну окей, мы готовы, Украина, давайте возвращаться в зерновое соглашение». До того, как Россия вышла из зернового соглашения, на Дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. В 2023 году Украина соберет более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. 50 миллионов тонн из нового урожая пойдет на экспорт, и альтернативный морской коридор должен стать маршрутом для поставок украинской продукции. Такая возможность экспорта из Украины, она очень эффективно позволит увеличить объемы экспорта зерна, который был возможен исключительно из портов Дуная. С начала работы украинского альтернативного морского коридора 7 судов вышли из украинских портов. Речь идет о контейнеровозе Джозеф Щульте, Балкерах Примус, Анна Тереза, Оушен Куртези, Пума, Араят и Ризилент Эфрика. Стоит отметить, что из всех кораблей, которые сегодня выходят из Черноморских портов, не все выходят с зерном, но и с железной рудой и продукцией металлопереработки и сырьем для металлопереработки. Поэтому, конечно, это позволяет в первую очередь разгрузить пограничные переходы, чтобы и другая продукция экспортировалась с территории Украины. Информации об атаках российской армии на суда, следующие по временному морскому коридору, нет. В августе 2023-го Россия остановила судно «Сукро-Окан», которое направлялось в украинский порт Измаил. Госдепартамент США назвал подобные действия Москвы неприемлемой эскалацией. Резко отреагировала на инцидент и Анкара. Они еще просто не придумали механизм, каким образом останавливать или уничтожать, чтобы не было потом последствий для России. Просто торпедировать? Но слушайте, любая экспертиза вскроет и покажет, что там российская торпеда торчит, в этом корабле. Погибнут люди, иностранцы. Россиянам будет сложно это объяснить. Три грузовых судна направляются в порты Черноморск и Южный для погрузки экспортной продукции, сообщил вице-премьер, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Балкеры используют временный морской коридор, чтобы экспортировать 127 тонн агропродукции и железную руду в Китай, Египет и Испанию. Субтитры создавал DimaTorzok